Как убивает капитализм? 1 февраля в московском районе Петербурга в типографии рука 60-летнего рабочего застряла в станке для печати. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и освободили печатника. Аппарат размазжил ему кисть и сломал руку. 2 февраля в Мурманске при установке окон загорелась лоджия в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадал осуществлявший ремонт работник, а также собственница квартиры. Пострадавшая женщина получает медицинскую помощь амбулаторно. Работник был доставлен в больницу. В этот же день, 2 февраля, на предприятии в Барановичах, Беларусь, погиб от удара электрическим током 40-летний рабочий. 3 февраля сантехник одной из управляющих компаний Улан-Удэ прибыл по вызову одного из жильцов, который жаловался на неприятный запах из канализации. Для обследования фановой трубы 36-летний сантехник поднялся на чердак, а затем выбрался на крышу. Там он не удержался на скользкой поверхности и упал вниз. От полученных травм он скончался на месте. В этот же день в Новосибирске 55-летний строитель сорвался с 4-метровой высоты и получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в клиническую больницу номер 34, в нейрореанимацию. У него ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, открытый перелом правой бедренной кости, артериальное кровотечение. По словам очевидцев, работник упал в вентиляционную шахту на стройке. В этот же день получил тяжелые травмы при падении сотрудник магазина в Воронеже. ЧП случилось в Коминтерновском районе Воронежа, на улице 45-й стрелковой дивизии. Работник пытался достать товар с верхнего стеллажа и упал на ручку гидравлической тележки, которая стояла рядом. Вечером 3 февраля на одном из угледобывающих предприятий Киселевска Кемеровской области был травмирован рабочий. Он разгружал вагон с металлическими трубами. Во время подъема груза с помощью крана сильным порывом ветра стропу со связкой труб качнуло и ударило стропольщика, который стоял на вагоне. Он упал, получив тяжелые травмы. Утром 4 февраля в Кольском районе Мурманской области двое строителей выполняли монтажные работы при помощи подъемного крана на территории стройплощадки в районе села Белокаменки. Механизм подъемника сломался. Строители выпали из люльки с высоты примерно 15-20 метров. В результате 24-летний парень разбился насмерть. Второй, 21-го года, получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Этим же утром на одном из строительных объектов Могилева 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой около 2,5 метров, потерял равновесие и упал на бетонный пол, припорошенный снегом. От полученных травм мужчина скончался. В этот же день в Житомирской области погиб электромонтер горно-обогатительного комбината. Он пытался снять ветку с линии электропередачи. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что лэп обесточена. Но оказалось, что это не так, и 42-летний монтер попал под напряжение 35 кВт. Тогда же, 4 февраля, на заводе Эльдака в селе Селявное Лискинского района Воронежской области, женщина попала под вилочный погрузчик, грузивший мешки с мелом в вагоны. Она получила серьезные травмы. 4 февраля 55-летний глава фермерского хозяйства в Башкирии погиб при уборке помещения амбара. На него прокинулся сепаратор зерна. Полученные при этом травмы оказались смертельными. А в ночь на 5 февраля в центре Ижевска водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на перекресток под красный сигнал светофора и столкнулся с газелью службы спасения Удмуртии. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров газели. Этой же ночью в Ельце Липецкой области на хлебозаводе Лимак слесарю оторвало левое предплечье. Он пытался очистить воронку для подачи теста. Снова и снова одна и та же картина. Рабочий пытается отладить оборудование на ходу. Почему он это делает? Почему не остановил и не обесточил машину? Причина проста. Он не хочет останавливать производство ни на минуту. Остановка производства – это то, чего владелец его боится больше всего. Ради непрерывности производства, а точнее непрерывности производства дохода, капиталист готов жертвовать жизнями и здоровьем рабочих. Делайте выводы, товарищи. Днем 5 февраля в Кировском районе Перми на предприятии ООО «Промхим Пермь» вследствие разгерметизации емкости на открытой территории предприятия произошел выброс хлора. На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. В осаждении химического вещества принимали участие 67 человек и 18 единиц техники. 53 работника предприятия были эвакуированы. Пострадавших нет. Как видите, при должной организации труда жертв и увечья избежать легко, даже при такой опасной аварии. То, что собственникам предприятий плевать на организацию труда и безопасность рабочих – это совсем другой вопрос. В этот же день, 5 февраля, на территории Ишимбайской Центральной районной больницы в Башкирии, бригада рабочих занималась спилом деревьев. Одно из них упало на 54-летнего маляра штукатуры. От полученных травм он скончался на месте. Утром 6 февраля на проспекте Беляева в набережных Чулнах двое строителей поднимались наверх в самодельной люльке, представляющей собой металлическую решетку высотой 90 см, укрепленную на деревянном поддоне. В какой-то момент на высоте 6 метров люлька опрокинулась, и рабочие рухнули вниз. От полученных травм на месте скончался 62-летний строитель. Его коллега, 27-летний парень, с многочисленными травмами был госпитализирован. Этим же утром на предприятии, которое занимается производством запчастей для диванов в подмосковном Раменском, 23-летний оператор станка наклонился под верстак, на котором стоял пресс. И в этот момент станок сорвался и упал на мужчину. Спасти рабочего не удалось. Днем 6 февраля на территории Воронежской молочно-товарной фермы произошел несчастный случай. В здании телятника лошадь ударила рабочего, который занимался уходом за животными. В результате мужчина получил травму живота. Она квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Утром 8 февраля в селе Смазнево на Алтае 4 человека погибли при сходе снега с крыши зернохранилища. Всего снег накрыл 8 человек. На помощь оказавшимся под завалами людям бросились работники предприятия, однако 4-х человек спасти не удалось. Один из выживших получил серьезные травмы и был госпитализирован. Еще одному помощь оказали на месте. Два человека не пострадали. Все погибшие и пострадавшие рабочие местного сельхозкооператива имени Фрунзе. Рабочие очищали крышу после обильных снегопадов. Снег, на котором стояли люди, сошел вниз, а затем их накрыло уже сверху многотонным сугробом. 8 февраля, во время уборки пустующего помещения, расположенного на втором этаже производственного корпуса, инженер по наладке и испытаниям упал в технологический проем с высоты около 3 метров. 37-летний работник получил тяжелую травму и был госпитализирован. В этот же день, 8 февраля, в Каневском районе Краснодарского края, в поселке Кубанская степь, во время сварочных работ взорвался баллон с пропаном, который стоял недалеко от места работ. В результате пострадали двое рабочих, мужчины 56 и 37 лет. Пострадавших госпитализировали со множественными ожогами лица и рук. На одном из частных предприятий Бреста, 8 февраля, слесарь работал за сверлильным станком в производственном цеху. Его перчатку намотало на вертящееся сверло. В результате руку мужчины затянуло в станок. Днем, 9 февраля, на элеваторе То-Ак-Нан-Север, на севере Казахстана, рабочий погиб на элеваторе. При проведении работ по очистке металлического силоса для хранения зерновых культур, где находилось 140 тонн зерна, образовалась воронка, в которую провалился 36-летний разнорабочий. Его тело извлекли только 7 часов спустя. В этот же день в Воронежской области на зерноперерабатывающем предприятии АО «Геркулес» 57-летний мужчина получил тяжелые травмы головы, упав с высоты 2 метра. Это случилось во время погрузочно-разгрузочных работ. В этот же день, 9 февраля, в Тобольске, на стройплощадке компании «Мостострой-11», филиал «Мостоотряд-87», во время работы на бригадира-строителей упала огромная свая. Он скончался на месте, шансов выжить у него практически не было. Погибшему было 58 лет. И в этот же день в Холм-Жирковском районе Смоленской области, на лесопилке в деревне Болошево, погиб 34-летний рабочий. Он получил травму, от которой в этот же день скончался в больнице. Вероятной причиной смерти стала вылетевшая из-под станка доска или щепа. 10 февраля около 19 часов вечера на перекрестке улиц Автодорожная и Дежнёва в Якутске произошла авария с участием кареты скорой помощи. В результате пострадали три работника скорой. Причиной аварии стало то, что водитель Toyota Land Cruiser не уступил дорогу скорой со включенной сиреной и поблесковыми маячками. По его словам, он не услышал звуки сирены. Синие проблески маячка, хорошо заметны вечером, даже из-за угла, он, видимо, тоже не увидел. В результате ДТП пострадали водитель УАЗ и находившаяся там 41-летняя женщина-медработник. Они с различными травмами госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Второму пассажиру, 27-летнему медработнику, назначено амбулаторное лечение. Водитель Toyota в ДТП не пострадал. Давайте называть вещи своими именами. Авария 10 февраля произошла по той причине, что люди труда, благодаря которым только и возможна жизнь, за полноценных людей при капитализме не считаются. Для капиталистов и их лизоблюдов цель труда – обслуга, средства для получения дохода. Поэтому их можно не видеть, не слышать, не соблюдать технику безопасности, не обучать, не проводить инструктаж и не обеспечивать средствами безопасности, посылать на работы, для которых у них не хватает квалификации. Трудящиеся не важны. Важны деньги. Уважаемый человек при капитализме – это тот, кто делает деньги. И не важно, как. Подумать о том, что случится, когда трудящееся население потеряет квалификацию и катастрофически уменьшится, наши буржуи, видимо, не в состоянии. Наша постсоветская буржуазия – прямые наследники проворовавшихся советских спекулянтов и заведующих магазинов, и поэтому мозгами отнюдь не богато. Поэтому думать о том, как предотвратить надвигающуюся на страну катастрофу, как остановить непрекращающееся истребление трудящихся, нужно нам, трудящимся. И думать нужно сейчас, пока не поздно. ПЕСНЯ Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!